Здесь бегали от пенведей. Он с вечера съел собаку и ушел. Он где-то ушел, отоспался и начал уже охотиться за людьми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, добрый день. Ночью мы приехали на станцию Валькарка. Я никак не могу правильно выговорить ее. Нас здесь очень тепло. Встретили, накормили, чаем напоили, спать уложили. И сейчас мы находимся непосредственно в рабочей зоне, в радиорубке, в том месте, где производятся все замеры, где люди работают. Знакомьтесь, это Анна, она руководитель данной станции, метеостанции. Анна, подскажите, как давно вы здесь работаете? Здесь я работаю с 2010 года. Вот конкретно на этой станции? Да. Но вы периодически на отпуск уезжаете, да, каждые два года? Да, каждые два года я езжу на отпуск. Вы нам охота возвращаться сюда? Тут уже как родной дом. Вы бы хотели поменять работу? Нет. Ребят, люди работают в таких местах, которые мне это нравится. А можете еще сказать, чем примечательна ваша станция? В наших условиях профессия метеоролога, это не просто профессия, это образ жизни, наш образ жизни. Это, кстати, очень важно. Кто не привыкает к такому образу жизни, они не удерживаются на труднодоступных станциях и уезжают. А кто согласен с таким образом жизни, вот и живут. Это фанатики своего дела. Получается, не ради денег они сюда едут. Совсем не ради денег. Летом у нас здесь рыбалка, рыбалка у нас нормальная. Зимой у нас рыбалки нету, зимой мы снежочек откидываем, если у нас задумы есть. Работаем так же. Высторок на дачу? Почему без дачи? Просто нравится работа. Чем примечательна станция? Фильм тут снимали, на нашей станции, как я провел этим летом. А так что, одна из многих станций, обликновенная станция. Друзья, приветствую всех. Сегодня реклама, которая мне самому приятна. Я рекомендую вам своего товарища и коллегу, путешественника Альберта Северного и его одноименный Ютуб-канап. Этот мужик тоже путешествует в Вартику и самые отдаленные уголки нашей страны. Бывает, в моей любимой Якутии, в Калыме, летал на Камчатку, куда я, кстати, не спорю, буду добраться, хотя в каждую доступную долгие лета. Ходит по северным морям, а это, поверьте, не в Таиланде жук угорит на выходные. И самое прикольное, интересное для меня то, что он участвует вон, как на собачьих упряжках. Мне эта тема особенно интересная, я тоже хочу на собаках как-нибудь добраться куда-нибудь подальше за полярный путь. Ну и, конечно же, традиционно, я можем ходить в сфор и участвовать в сфоре рейда. Короче, друзья, я вам настоятельно рекомендую подписаться на канал Альберта Северного, ссылка в описании, Альберт, настоящий, суровый мужик. Ну и, конечно же, погнали смотреть новую серию из Арктики. Вы не самая северная станция, есть еще северный? Ну, есть на Волкартае, ой, на Врангеле. Там еще. У Лена у нас еще. У Лена южнее. Южнее? Да. Ну, это в Чукотском управлении. А вообще в мире еще? А вообще есть, конечно, и на 79-м градусе. А вы на 70-м? Да, мы на 70-м. Вот я работал на северной земле, хиппилах северная земля, остров Большевик, институт Арктики-Антарктики. 79-й градус. Ого. И потом работал еще на полуострове Харатумус, Хаттанский залив, 73 с половиной градуса. Ничего себе. Я был только в Никси, это, по-моему, 72-я широта. Выше не поднимался пока. Ну, это пока. Это да, это пока, это вопрос времени. Ребят, здесь снимали вот этот фильм, как я провел летом. Такая скрытая реклама. Я, к сожалению, этот фильм смотрел очень давно, когда он только вышел. Не смогу сейчас пересказать, вы обязательно посмотрите его. И именно на этом станции, в этом помещении, да, то есть снимался этот фильм. Вот в той комнате. Мы сейчас пойдем, поснимаем. В той комнате и в этой. И еще у Дилы там, в Афгатуре стоит, там тоже жили. Там спал на чате? Жили, но не снимали там. Здесь только вот эти столы вот так вот стояли. Вот этот стол вот так вот был. В кино. Здесь он так стоит. Здесь и вон там, в пристроечке еще. Здесь закорожено не было. А, где проход. Да, где он обедал там. Вот такое было. А вот в том, в основном, помещении? Углярка вот эта вот снималась. Когда он отверточкой открывал вот эту штучку и вылазил через углярку. Амбазура там, бегом задутая. Ну вот. Вот такое. А топите углем здесь, да? Да, углем. На все-таки немного греш, но уголь. Кстати, лайфхак, да? То есть, чтобы уголь не пылил, его маленьком уже смочить. И это будет только положительно сказываться на его горении. Он говорит, да, он лучше будет гореть. Потому что так он сухой, он не загорается, а мокрый. Он когда нагревается, спрессовывается. Ну как вот, глину намочишь, и высыхает она, она куском становится. И так же уголь. А кто-то из сотрудников станции принимал участие в съемках? Как фильмик кто-то снимался? Нет. Иди, иди. Иди, иди. У Пускепарис, который снимался в этой фильме, он сам родился в Билибино. А, по месту. Ему было года с полтора, наверное, его выезли от Чудо. Это как рассказывали. Ну, он чукотский сам. А вы откуда? Я с Приморского края. С Приморья. А вы, Анна? С Новосибирска. И в отпуске ездите туда же? В С Новосибирск, вы в Приморье. Да, и я везде вода езжу. Ну, я имею в виду дом. Дом. Где дом? Или дом уже здесь? Да дом уже, как сказать, уже не знаю, где дом. Уже пол России объездил. Так что и везде зовут оставаться. На месте мы не сидим. А, но у вас семья же, правильно? У вас двое детей. Они в Новосибирске? В Новосибирске с дедушком, бабушком. Как они к вашим командировкам? Вы привыкшие? Привыкшие, да? То есть они прямо с самого рождения, с детства фактически всегда? Да. Они уже привыкли, что мама ездит по командировкам. А с собой их сюда не берете? Нет, сюда детей нельзя. Запрещено. Работа строго все. Ну, потому что здесь еще и медведи белые ходят. Как часто медведей встречаете? Сколько было встреч? Ну, нынче, по крайней мере, было четыре раза они были. Уже в этом девятнадцатом году? В этом девятнадцатом году было два их. А. Два раза. А в основном белые приходят или бурые тоже тут есть? Нет, только белые приходят. Только белые. Нет, иногда и бурые. Но они на станцию не заходят. Да, они обходят станцию. Они обходят станцию. А, то есть это только белые любопытные? Да. Белые. Или они просто голоднее? Есть правильные медведи. А есть неправильные. Правильные не обходят станцию либо за озером, либо плывают морем и уходят. А неправильные идут прямо через станцию. Еще и по окнам загадят. На это уже везде. У меня там есть, кстати, фотография. Она уже в интернете есть. Да, уже в интернете есть. А вы сможете ее показать? Она есть здесь фотография? Да, у меня есть. Сейчас мы багажем ставим кадр, да? Ну, сейчас я вот сдам, сводку в 12 приду и покажу там. Хорошо. Флешка есть? Да, есть. В машине? В машине. В машине, да? Как? Андрея напугал. Андрей, что он сидел? Играл, наверное, в компьютере, да? Он кино смотрел. Или кино смотрел. И стук в окошко. А тут в окно стучает. Ух! А он шторку открывает, а там медведь. Он вылетел с комнаты. Ну, медведь прям на окошко прям вдавил. А, то есть он... Ну, он небольшой был. Ну, да. Небольшой такой. Потом он получил две резиновые пули по задней части. И убежал. Отлежался день вон там на море. И арк вечера опять пошел к станции. Ну, уже просто один выстрел сделали вверх под ружья. А у него уже звук ассоциируется с опасностью. Он развернулся и ушел. Ну, а те медведи, кто резиновые пули не получал, громкого звука, они не боятся. Хоть кричи, хоть стреляй. Даже наоборот интерес становится, наверное. Да, наверное. То есть то, что все говорят, что медведь не тронет, медведи добрые, он не будет лезть, это... Ну, как сказать. Вообще-то человек для медведя не объект охоты. Это не пища. Но если он больной... Голодный. Голодный. То было вот. Когда съел собаку у нас. Два человека. Два человека, да. Сидят на крыше. А он сел около крыши, сидит, ждет, когда эти две котлеты слева. Да? Сел и... А ну смешно, да. Но нам тогда смешно не было. Холодно было, наверное, еще. А это зимой было? В сентябре. Нет, не сентябрь. Это был ноябрь. 30 сентября было. Уже было прохладно, да? 29-30 сентября. Он сутки нас здесь терроризировал. А у вас оружия не было здесь? Не было еще. А не октябрь, это было. Нет? Нет. Мы там стекло разбили с Юрой Северовым, прибежали сюда, вызвали этих. Ну и... По рации вызвали, да? Им уже вечером сказали. Им сказали, когда он еще начал гонять, я же его вызывала. Панику подняла в Петромедзе. А потом утром, где? Говорит, выехали. Ну, мы на крышу вылезли. Уже смотрим, часов, наверное, в 10 утра и везде ход идет уже с сопки. Они такие едут и говорят, а там мы думали, сейчас приедем, а нам скажут, что медведь уже ушел. А подъезжают, а он лежит около крылечка, ждет. Ну, где собаку он съел, там в этой крови лег, лапки сложил, лег и лежит, смотрит. Ага, следующий. Следующий десерт. Охотится, он уже не мог никого поймать. Решил последний шанс. Так мы ночь-то переночевали нормально, а утром он пришел. На работу Юра ходил-то ночью. Он с вечера съел собаку и ушел. Ну, где-то ушел, а то спался, а утром опять пришел. И начал уже охотиться за людьми. А собак уже здесь не было на станции? Были, но он их поймать не мог. Эти еще были маленькие, убежали. Мы их сутки искали, кто нашли. И то, кто у нас, Фунтик, решение мы пришло. Вот пришли в опинках. Кто из них? Где-то на кассе. Фунтик, Фунтик. По званию где-то. А как раз я смотрю в окошко, вот так вот в окошко смотрю, а вот жилой дом на крыльце, собака стоит. Она домой хочет зайти, и тут медведь идет прямо на собаку. И нюхает собаку. Думаю, сейчас собачонку съест. Выхожу сюда с радиорубки, выхожу на крыльцо и начинаю кричать на него. Медведь отвлекается на меня, и собака убегает. Ну, страшновато было. Когда он еще походил по окнам здесь. Ходил по окнам, смотрел, как бы залезти было сюда. Я же здесь одна находила, страшно. И после того, все равно приехали сюда работать. Экстрим? Привыкаем? Недостаток адреналина, да? Адреналиновый год. Ничего, привыкаем работать. Потом, когда уже оружие дали, служебное, уже как-то лицей было. Потом у меня личное оружие было. Так вот. Сейчас Леша приедет с ружьем, с личным уже, с нами будет. Так у нас ракетница есть. Вот ракетница и патроны. И вон ракетница, и патроны. Наверное, без этого оружия не выходите на улицу? Да, не выходим. Выходим. Оградываемся. Если собаки с нами на улицу вышли, а по ним уже видно, есть что рядом или нет. Если они начинают гавкать. Жлобно. Шерсть на загривке, там это, то уже ясно, что где-то рядом есть. А если вышли, упали и лежат, иди, хозяин, не бойся. А мы вчера, когда пробирались, они как реагировали? Они кидались. Кидались, да? Да. Они немножко туда. Они вообще у нас не манимают. Да, когда я пошла встречать, там, смотрю, Ванька стоит. Ну, и пошла я туда. А Вонтик бежит, он, прыг, 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 прыг. Встанет и стоит, шельма села и смотрит, что там где едет. Сирый кит, они два смертон, здесь такие. Очищаются от ракушек, им же отсюда нужно из Восточного Сибирского моря пройти через пролив Лонга, Чукотское море, через Берингов, пролив Берингового моря, на зимовку. Ну, они уходят уже, потому что здесь еды, они не могут. А, ну, для более, так сказать, лучших ходовых качеств они очищаются от паразитов, все это, от ракушек там. И вот одно обшаркивается в пяти метрах от Беринга. А эти, вот, я говорю, один нос только из воды и гавкают уже не могут, уже сил не гавкают. Ну, ну, плывет гора мяса и не укусишь. Это как так? Они, вот они, вот, лезет аж туда, аж не может. Вот так они, вот, у нас работают. Особенно фунтик вот этот. То есть нету такого, да, что медведи голодают? Да нету. Просто по интернету-то везде все кричат, что медведи голодают, на севере нет ничего, все истребили, все, рыбы нет, медведи ходят за лоб. Я скажу вот что. Медведи, они просто, они привыкают, не работают, не охотятся. Они сами все ленивые. Да, зачем ему ходить по льду, искать нерпу, сидеть в засаде там. Он вышел в поселок на помойку, нажрался и пошел дальше. Ну, вот как по телевизору показывают, в какой-то поселке, сколько медведей-то было. Это на новой земле. В мусорке, на мусоре лазили. Что люди боялись выйти на улицу, даже в дома заходили. Это по телевизору показывают. На северной земле 3-4 случая прохода медведев через базу. Там идешь в левой руке, рация в правой ракетнице. Если что, спасайте мужики, сам на мачку где-нибудь, пока не сожрали тебя. Вот там они ходят, ну там у них рискованные места и там стая собак. Утром идет повар на работу. Возле дверей лежит медведь. И вокруг медведя собаки. Они уже настолько устали на руках, что рядом улеглись и спят. И медведь спит. Медведь их не трогает. А что ему трогать, он сытый? Он сходил, поймал там вот так же нерпу, съел и пошел дальше. Зеленый цвет это ионы кислорода? Да. Ну, атомы. Ну, ионы. Потом желтый цвет ионы азот дает. Ну, как вот скопление кислорода, азота и водорода есть. А водород он дает фиолетовый цвет. Ну, а если в перемешку что-то, вот цвета бывают, сливаются, меняются. Если, они обычно, скопление идет с одних газов. Один газ, второй. А есть они в перемешку ведут. Вот такое вот. И получается, что цветное сияние. Там и желтое, и зеленое бывает, и фиолетовое. Особенно, когда лента идет вот так вот, переливается. А бывает такое впечатление, как вроде из одной с точки расходится в разные стороны. В пирамидальное такое. И это видно даже без фотоаппарата, ну, своими глазами. Это вот оно видно, как из одной с точки вот вроде расходится в разные стороны и переливается, как китайская гирлянда. Да, зимой особенно, когда полярная ночь и небо ясное, полярку вообще хорошо видеть. Да. Она всякая разная. Ах, классно. Здесь измеряется температура, сила ветра, давление, влажность. Ну, ветра сейчас нету. Вот на сперках. А это магнитка. Ну, слабенькие скачки, магнитка слабенькая. Магнитная. Вот если вот эта линия зашкаливает, значит, будет красивое северное сияние. Когда будет вообще сильно зашкаливать. Это слабенькая. Здесь бегали от медведей. Ну, иду с работы до рубки. И сбоку, с боковым зрением смотрю медведь со стороны моря. Он на меня, я чухнула в рубку. Я забыла, как это же ракетница стреляла. Я просто растерялась. Вот наша некая область. Вот сейчас-то. А он шел медленно или прям бежал? Мишка. Ну, так, легким движением бежал. Датчик на почвенной от АМК. Снегомерные рейки. Вот эти стоят. Осадкомерное ведро. Это мы осадки снимаем в 0,9 и в 21. Измеряем, сколько выпало снега осадков. Это у нас будка с термометрами. Будка с термометрами. И там у нас стоит гелиограф. Это мы смотрим, сколько у нас солнышка прожигает. А что показывает гелиографы? Это прожигает сколько солнышка у нас прожигает. Та лента у нас гелиографа. А лампа зачем? А лампа это, чтобы у нас это... Ну, мы повешали, чтобы у нас... Када ини, чтобы не индивил. Шар. А, понял. Вот там бумажка эта? Да. И потом считаем, сколько у нас прожигало солнышко. То есть сейчас она нас совсем не жгет? А она как бы сжечь, если у нас небо затянуто. У нас тем более небо затянуто раз, и упадение оснастов и ухудшение видимости. Какой прогноз-то? Ну, тем не менее, смотреть больно. Ну, как бы, слепит. Ну, слепит, это еще отражение от солнца идет. Это магнитный павильон у нас там стоит. Домик. Вот вдалеке что за дома? Заброшенная? Это заброшенная рота. А. Военная база, что раньше бывало. А, то есть все там, ничего сейчас? Нет, там сейчас ничего нету, да. Ну, вот Саша и Евгений ездили на этих, на своих машинах. Он туда дал локаторы, катались на локаторе. Что за локатор? А, вон, вижу. Накатались довольны. А, как на него кататься? В смысле, просто с него скатывались, что ли? Крутились. А. А. Сыново смотрит, как на странах людей. Что такие? Ух ты, сделай мне тоже просто собака. Собака, иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok А вот это вот заброшенные радиолокаторы, которые оставились после развала Советского Союза. Здесь кипела жизнь, была военная часть. Но теперь тут работают только 4 человека, 4-5 людей по 2 года. 2 года работают, 4 месяца отдыхают. И больше тут жизни нету. Ну, только если, там, недель какой-нибудь зайдет в гости. Да и все, наверное. А Мишек тут нет. Надо сюда приехать летом. Субтитры сделал DimaTorzok Вы видели сколько стоит тонна железа на материке, приеду, сдам, буду богатым. Ну, да, чтобы окупить дорогу, мы назад везем бочки, металлом. А если на полном серьезе, то Денис занимается утилизацией металлома, отходов здесь, на условиях Крайнего Севера. Вообще здесь очень много, очень много мусора, очень много металлома, очень много бочек. Сюда все привозят все, бросают и никто тут ничего не вывозит. И утилизировать одну бочку здесь на Севере стоит очень дорого. И этим просто никто не занимается. Это приспичит, когда кому-то, да, конечно, вывозят на вертолетах. Представляете, да, вывозить пустые бочки, утилизировать мусор на вертолетах, это просто безумно дорого. Ну и Денис хочет таким образом внести свой вклад в очищение планеты. Я считаю, это правильно, это очень здорово. Он берет одну бочку, режет ее и везет обратно на континент. К сожалению, мы не можем взять все бочки, потому что у нас машины все-таки легковые, не грузовые. Но хотя бы одну бочку, да, можно взять и увезти, что Денис делает, Денис красавчик. Вы тоже, помогите сделать природу чище. Как минимум не мусорьте там, где живете. Всегда бросайте мусор в контейнеры, там, где они есть. Если их нет, то не надо бросать на улице, просто возьмите в машине, довезите куда-то, выборьте там, где-то возможно. Там так, чтобы кто-то мог это утилизировать, а не просто где-то в тундре, в лесу, на дороге. Вон, возьми. Вот сидим о России и думаем, как ее обустроить. Вот впереди Восточно-Сибирское море, сзади Чукотка. Как сделать Чукотку, как Аляска, чтобы была. Вот как нам обустроить Россию, вот даже на Чукотке о России думаем. Сидим на льду вот, на Торосах и думаем, как обустроить. И едим чак-чак, самое вкусное блюдо. Мед, масло, мука, самая вкусная сладость, лакомство мое любимое. На, Фунтик, делюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мода пошла идти. Ананасы выращивать тоже покупают. Берут ананасы, сажают его в землю, и он растет потом. Что за растение? Не знаю. Ну-ка, от стола отошел. Мишка, 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 Мишка. Что делали? Нету, там, скажут. Могу ли? Здесь вечер обахнули. Кто на работу? Кто Мишка? Да что ж такое? Не, на работу, только не говоришь на работу, они все. Они идут на работу. Я уже знаю, что вы в дорогу. А что, они реально только раз в день едят? Что? Собаки. Нет, два раза в день. Да, два раза в день. Ну, я тоже собаку не разы коня. Два раза. Нечего их положить, хорошо кормить. Чтоб они работали. А сами что-то находитесь? Они же обрисали, кто находитесь. А, а летом? Нет, там они потом лево мушкуют, иногда зимой они мушкуют. А не зальчики? Я в песок, они давят, но они их не едят, просто тупо давят. Я их здесь собираю по территории. Зимой же полярная ночь, на улице не полагаешь. Летом работы на улице много. Зимой работы нет. Когда дует, вообще сидишь на улице, даже нос будет показывать. А в какой период времени полярная ночь? Так, вот сейчас 29 апреля начинается у нас полярный день. Постоянно будет светло. А с, получается, по-моему, с 11-го, 17-го ноября начинается полярный день. У вас печальники включают, когда что-то выключено, да? Сейчас можно включать. У нас сейчас другой дизель работает. А так, что мощность и дизеля не хватает? Да, один у нас слабенький, он с 10-го года дизель. Мы только днем гоняем, потому что кушаем, приготовим чайник, а ночью все, считай, спят, только аппаратура. Аппаратура у нас много стоит, магнитку на автомобиле установили. Геносферка у нас стоит. Кукольный край, который показывал, там, да. Десятиконечная морская звезда. Три, три, так, три, три, шесть, пять, десять. Обалдеть. И прямо здесь собраны такие. Там легко их увидеть? Это когда море штормило, на берегу собрало. Краб. Краб, да. Тот же на берегу. Но у него женок нет. Это морские тараканы. Морской таракан? Да. Да ладно. Это морской таракан, он только высох. В Индонезии вот таких находили. Здоровый, вот так его в двух руках держал. Вон морская звезда, вон корабль. Я у нас взял... Года мы работали вдвоем, на метео. И у нас зарплата на море выходила. Я и 150 получала, и 200 я получала с премиями. Когда премии есть, там, и по 100% дают премии, и по 20% дают. Мы вдвоем за пяти лет поработали. Да. И полностью все часы не оплачивали. Обратите внимание. Положено для ставки. За ставки тебе будут оплачивать. А с выше двух ставок они не оплачиваются. Ну, вот эти все деньги, они в виде, и кого находятся? Это Академия наук, или Гибермет, или кто? Откуда финансируют? Ну, финансируют на СМСБ. То есть все деньги распределяются с СМСБ? Да. А зарплата сами делаются? Ну, официально она начисляется, или часть? У нас начисляются две зарплаты. Аванс и зарплата. Не-не, в смысле, вот, с ней платят пенсионные, страховые, социальные, все, 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 то есть все четко, все, ничего там левого нету, никаких, то есть все чисто, все в белом. Ну, у нас что хорошо, мы сидим здесь, нас обеспечивают и продуктами, и спецодеждой, и деньги у нас копятся на карточки. Не оставалось ничего. А на карту оплачиваем? Карту, да. Мы, нам сработали все облакаты. Сперва была карта виза, а сейчас у нас карта мер. Спербанк? Ну, это все. Спербанк? Ну, это да, это государство. Да, все это. Ну, просто в советское время, я знаю, что люди, отработав 2-3 года, они вообще машины покупали, не давали Волге, тогда еще что-то, там, Нивы, еще. А сейчас-то вообще получается, все равно работаешь, получается, столько за зарплату. Полярок столько идет? Здесь две полярки идет за год, или одна полярка? Ну, здесь получается, отрабатываешь 15 лет, и после 15 лет идет в год за год. А до 15 лет, я не знаю. Год за полтора. До 15 лет обычно идет, ну, коэффициенты полтора идут обычно, потом дальше. На 250 тысяч выплачивала, что иду, искал вертолет. Мышь, мам. Если ложная тревога, если вертолет вызывать, муж сам оплачивает. Молодцы полетают восьмерки постоянно, здоровые автолеты, не маленькие. Ну, может, приветки в аэропорту. Да, 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 но это восьмерки, они дорогие, да, они невыгодные. А так, если тебе надо в больницу, берешь, пишешь разрешение на выезд, начальник, прошу разрешить выезд такому-то, такому-то человеку. И на себя хочешь? Да, да, в больницу, по погодным условиям. Погода нормальная, ты едешь. Если погода плохая, ты сидишь. И они иногда отправляют телеграмму, что можно выезд, разрешаю, только работниками другой организации. Кто-то к нам приехал, какие-нибудь туристы или какие-нибудь оленевлога, тогда ты с ними можешь выехать. То есть так взять и уехать нельзя? Нет. Как крепостной получается? Если выйдешь без разрешения, тебя лишает премии на полгода. Ого, красиво. Больше тут дитя болеть. Да, тогда надо быть всегда здоровым, тут вообще это есть. Без вариантов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова